Следующий вопрос. Возможно ли взаимодействие с урбанистами, как вообще относится администрация в разработке темы архитектурного облика Донской столицы? Это не просто возможно. Это уже делается. В комиссии, которую мы создали по историческому облику, мы включили представителей урбанистов. Мы всегда постоянно взаимодействуем по любым вопросам, начиная от генерального плана, мы взаимодействуем со всеми урбанистами, с представителями Союза архитекторов России. Эта работа начата по поручению Алексея Валентиновича еще в прошлом году, точнее даже в позапрошлом году. И мы в 2021 году максимально наладили все контакты, все точки соприкосновения у нас были. И теперь у нас неотъемлемо все решения касаемо внешнего облика города у нас безусловно согласовываются. Мария, я думаю, ответ понятен, что непросто возможно мы с этим занимаемся, но хочу сказать, чтобы мы точно могли отделять. Люди профессиональные, люди имеющие образование в данной отрасли, люди, которые действительно хотят улучшения города. И это людей, которые любят только поговорить и некую конструктиву не предлагают. Вот это большое отличие. Многие прекрасно понимают, есть и проблемы в действующем законодательстве, которые мы сегодня меняем. Не все законодательство можно поменять на уровне Государственной Думы. Есть некоторые нормативные документы, требующие изменений на федеральном уровне. Хотелось, чтобы тоже к этому активные участники, общественники тоже подключались. Не всегда может требовать то, что нельзя сделать или как это правильно сделать. А еще то, что взаимодействие есть, и вы сегодня видите, город проводит большую работу. И только благодаря тому, что в 2020 году мы внесли изменения в городское законодательство, мы смогли запретить большое количество сотных домов не строить в центре города, которые до этого годами строили. Один за одним, третий за третьим, пятый за десятым. Поэтому, знаете, очень много вопросов, только нужно как-нибудь подходить конструктивно, а не желание, знаете, искажать заранее информацию. Вот Глеб Владимирович не сказал, сколько отказали в этом году в выдаче решения на сотные дома. Это цифра внушительная, и все эти люди уходят в суды, пытаются через суды получить разрешение. Вот вам пример, который вы только что задали. Спор Перермана и города. Город против. Но бизнесмен нет права, это все это обжаловать судей, и суд поставит свою точку. Вы знаете, есть другое решение суда, когда на Богатяновском спуске администрация несколько раз отказывала, но суд обязал администрацию выдать разрешение средства сотного дома. Вопрос, где действия общественников? Вот видите, вот весь конструктив. Где надо, видим, а где не надо, не видим. Очень часто действия выходят на уровень желания получить хайп, и желание, чтобы кто-то пришел с кем-то договариваться, а не всегда получение результата. Так только что-то уже неинтересно, все, система бросается, и кем уже неактуально становится. Поэтому где же конструктивное взаимодействие. Пожалуйста, еще есть вопросы? Продолжение следует...